Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Сегодня в программе Моаннафест мы поговорим о еще одном коде в Библии. Когда я говорю код Библии, мне говорят так, но в Библии ведь нет никаких кодов. Библия ничего не скрывает и говорит прямо о том, о чем считает необходимым сказать. Но я покажу вам из еврейского алфавита, а также из Торы, из Пятикнижия Моисея, насколько вдохновленным и могущественным является Слово Божие. Сейчас мы находимся в городе Хоразин. В этом городе Иисус явил множество знамений и чудес. С нами основная группа нашего тура. Мы проводим тур для наших партнеров и главный тур. Давайте воздадим Господу славу. Это группа нашего главного тура. Итак, начинаем. Первые пять книг Библии евреи называют Торой. Это книга уставов и учений. Первые пять книг Библии были написаны Моисеем, когда народ израильский блуждал по пустыне. Мы знаем, что их блуждание длилось где-то 40 лет. Вы знаете, что Моисей на горе получил заповеди, записал их на скрижалях и, спустившись, разбил скрижали, увидев, что народ израильский поклоняется золотому тельцу. Он вернулся на гору и принял заповеди от Бога. Моисей начинает с того, что пишет о сотворении, когда Бог создал небо и землю. Кто-то спросит, откуда Моисей мог знать об этом? Не забывайте, что нас, Саддам, разделяет 6 тысяч лет. Моисей намного ближе находился к тому периоду времени. К тому же евреи передавали свою историю из поколения в поколение. Пятикнижие называлось Торой. Это письменный документ. Помимо Торы существовали еще устные предания. Я объясню, что такое устные предания или традиция. Если вы поговорите с иудейскими раввинами, они будут ссылаться на устные традиции. К примеру, Моисей сказал что-то Иисусу Новину. Иисус Новин передал это старейшинам. Те передали это своим детям. И затем устные предания были записаны в книгу под названием «Мишна». Чтобы прочесть все эти предания с комментариями, у вас уйдет много времени. Но вы можете читать по порции в неделю или в день. К примеру, когда левиты трубили в шафар, то звук и звучал как имя Бога. Эл-ло-хим. Также предания говорят о том, что завеса в храме, когда сходило Божие присутствие, двигалась подобно легким человекам. Таким образом, они знали, что Господь пришел. И, кстати, они называли это святым дыханием. На иврите слово «дыхание» и слово «дух» — это слово «руах», «руах кадеш». Позже это стало известным как «дух святой». То есть, «дух святой» был дыханием Божьим. Тем же дыханием, которое Бог вдохнул в Адама. Это древние предания. Они уникальны и интересны. Некоторые из них доходят до крайностей в том, что касается христианской веры. Но все это очень интересно. Мы поговорим о том, что исходит непосредственно из богодухновенного слова Истора. Прежде чем мы поговорим о том, как Бог покрывает тайные события в Торе, я хочу вспомнить произошедшее со мной где-то в 87-м году. Я был в туннеле Равинов. Сейчас этот туннель уже открыт для посетителей. В том туннеле Равин сказал мне, что в книге «Бытия» можно найти код сотворения мира. В то время профессор Рипс начал исследовать коды Библии. И его работы о кодах Библии стали очень известными. С помощью этих кодов нельзя предсказать будущее, но можно найти то, что уже случилось с помощью подсчетов каждой седьмой или каждой десятой буквы из 49 букв, используя священные числа Библии. Если вбить Тору в компьютер и дать команду пропустить каждую седьмую букву, то вы увидите 31 дерево в Эдемском саду в истории бытия. Это стало публично известным фактом. То, о чем я хочу рассказать вам, не является общеизвестным фактом. Сначала я хочу дать вам некоторое понимание еврейского алфавита. Бог позволил Моисею написать Тору, используя именно еврейский алфавит. Форма букв изменилась с тех пор, как был полеоеврит. Сейчас его называют арамейским языком. Буквы произносятся также алиф, бет, гемель, долет, хей, ваф и заканчиваются буквой таф. Тора написана на арамейском, но все же это те же самые буквы. В одной деревенской синагоге раввины учили тому, как устанавливались законы, по которым писалась Тора. Существовало 4000 правил для книжников, когда они переписывали Тору. Они должны были внимательно следить за тем, чтобы каждая буква была на своем месте. Каждая буква в Торе стоит там, где ей надлежит быть, поскольку, как я уже говорил в предыдущих программах, «Бог говорил с Моисеем лицом к лицу, как говорит человек с другом своим». То есть Тора писалась не так, что человек сидел и думал, напишу, напишу-ка я вот как. Бог слышимым голосом диктовал Моисею, как начальник диктует приказ секретарю. Поэтому каждая буква стоит на своем месте. Это важно понять до того, как я расскажу вам то, что собираюсь рассказать через пару минут. Я прочитаю вам некоторые важные факты. В Торе не было глав и стихов. В оригинале Торы глав и стихов просто не было. Это был один сплошной текст, состоящий сугубо из еврейских букв. Главы были вставлены в перевод уже в 1227 году архиепископом Кентерберийским Стефаном Лэнгтоном. Английская Библия Уиклифа 1382 года была первой Библией, которую мы знаем, в которой было разделение на главы и стихи. Еврейская же Библия была разделена на главы и стихи в 1448 году раввином Нафаном. Для чего я вам об этом говорю? Дело в том, что стих, который я покажу вам в Торе, указывает именно на тот год, когда это пророчество исполнилось. Вы должны понимать, что в оригинале в Торе не было стихов. Но когда в Тору было внесено разделение на стихи, книжники, делавшие это, очень аккуратно к этому подошли, чтобы не разделять цельные мысли. Я не утверждаю, что даже разделение на стихи было вдохновлено Богом, но то, как эти мысли были поделены, так же, как и сами стихи, несет в себе особое вдохновение. Каждая буква еврейского алфавита имеет числовое значение. Стихи несли числовое значение, и то, под каким номером стоит данный стих, имеет в себе определенное значение. Наименования стихов в еврейской Торе могут совпадать с годом, в который это произошло. И так же год мог быть снова переведен в буквы. Я мог вас уже изрядно запутать, поэтому я лучше прямо сейчас приступлю к своему учению. Итак, в книге «Бытия» — 1533 стиха, в книге «Исход» — 1213 стихов, в книге «Левит» — 859, в книге «Чисел» — 1288, и в книге «Второзаконие» — 959. Всего Тора состоит из 5 852 стихов. Я проверил несколько источников, и эти цифры подтверждаются. Я хочу показать вам сейчас 5 708 стих в Торе. Это книга «Второзаконие», 30 глава, 5 стих. Прочту вам это место. «И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Итак, это 5 708 стих Тора, и в нем Бог обещает вернуть Израиль в свою землю. 5 708 год еврейского календаря соответствует нашему 1948 году. Я вижу, вам все понятно, так что и объяснять тут ничего не нужно. Иначе говоря, стих Тора указывает на год, когда это произойдет, согласно еврейскому календарю. Что в переводе на наш календарь 1948 год? Хотите увидеть еще несколько примеров? Я знаю, вам нравятся такие вещи. Поэтому они манофистяне, это наши люди. Похлопайте, пожалуйста. Вот вам новое слово. Итак, едомлини, мавитяне, амалекитяне и прочие, а мы манофистяне. Новое слово пришло ко мне в чудном городе Хоразин. Вернемся к теме. Итак, 1512 стих Торы соответствует нашему 1952 году. Второзаконие 39. «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе». Слово «снова» указывает на возвращение в их землю. Здесь говорится, что земля будет производить пищу, плоды и скот. В 50-х Давид Бен-Гурион, бывший в то время премьер-министром Израиля, отправился в пустыню Нагеф, где они обнаружили воду, и эта пустыня начала цвести, как нарцисс. Целью этого человека было сделать так, чтобы Израиль зацвел. Он знал Библию и понимал пророчества. Отправился в пустыню, и теперь вы видите там ферму на ферме, от самой Версавии и дальше вверх. Они выращивают плоды, скоты, и все это в пустыне. Итак, 1512 год, в переводе на наш календарь, 1952 год, говорит о том, что пустыня зацветет и будет приносить плоды и скот по возвращении в их землю. Так и произошло. А теперь 5716 стих Тором, 1956 год, и это второзаконие 30 глава, 13 стих. Не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Здесь предсказано пересечение моря, и действительно, с 56 года евреи начали пересекать море, чтобы вернуться в землю обетованную. В стихе говорится о пересечении моря, и именно в этот год это начинает происходить. 5727 стих Торо. Это 1967 год. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою. Он истребит народы сие от лица твоего, и ты овладеешь ими, и поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями Амарийскими, и с землей их, которых Он истребил. Очень интересный факт. Мы сейчас находимся в Хоразине, эта территория называется Голден Хайтс, золотые вершины, и мы сегодня увидим неподалеку землю Ога и Сигона, двух Рифаимов. Ог был царем Вассанским, один из Рифаимов. Готово, да? Этот стих говорит о том, что Бог истребит врагов Израиля в этой местности, как истребил Он Ога, царя Вассанского. Война 67-го года, шестидневная война. Видите, вы все сами поняли. В 67-м году Израиль захватил эту территорию. Это и была территория Ога, царя Вассанского. Я не думаю, что все это совпадение, что стихи в Торе совпадают с определенными годами, когда происходит пророческое событие, связанное с Израилем. Посмотрим еще один стих Тора. 5 733-й. Он соответствует 5 733-му году по еврейскому календарю. То есть это не просто стих, это год еврейского календаря. И в переводе на наш календарь это 1973-й год. И завещал им Моисей и сказал, «По прошествии семи лет в год отпущения, в праздник кущей». И так проходит 6 лет, и затем наступает год отпущения. 6 лет после 67-го года — это 1973-й год. После того, как они завоевали в шестидневной войне территорию Ога, царя Вассанского, и территорию царя Сигона, то есть к ним перешло все западное побережье. Но в 1973-м году Сирия попыталась отвоевать у них эти территории, но враг был побежден. И Израиль смог удержать эти территории. То есть, согласно пророчествам, Израиль будет сражаться за свою землю в это время. Именно это и происходило в этот период. Итак, 5746-й стих Торы. Если вы только включили программу, вам нужно будет посмотреть потом программу сначала. Если взять стих из Торы, мы берем 5746-й стих и перевести тот же год, 5746-й год еврейского календаря, на наш календарь, то получится 1986-й год. Это Второзаконие, 31-я глава, 23-й стих. «И заповедал Господь Иисусу сыну Навину и сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Ты введешь сынов Израилевых в землю. Угадайте, что начало происходить? В 86-м году евреи из России начали уезжать в Израиль. Из языческих народов евреи начали возвращаться в свою землю. Да, в 84-м году произошла операция Моисей. За 85-й год 6,5 тысяч эфиопских евреев приехали в Израиль. О, да, поддержите меня, друзья! В 87-м году русские евреи начали возвращаться на историческую родину, именно в тот период, о котором пророчествует Тора. И также мы видим, что Тора упоминает войну в пустыне. Это очень интересно. Она приходится на 2002 и 2003 годы. Тут говорится, он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Я коротко поясню. Речь об Америке, чьей эмблемой является орел. Они начали приезжать в Израиль, чтобы защитить этот народ и его союзников. Иракцев, ливанцев, всех мирных людей, кем бы они ни были, христиан и мусульман. Америка — это орел, распростерший свои крылья. Бог использует США, чтобы устранять диктаторов, которые убивают, используют на людях химическое оружие и так далее. Послушайте, жаль, что у меня мало времени. Что же, вам придется купить мою книгу. И теперь, если взять 2009 год. Опять-таки, в эфире у меня нет времени идти подробно стих за стихом. Но если я двинусь вперед, 2009 год — это 5769 стих. А что мы увидим, если посмотрим дальше? 15, 18, 20 год, а? Я специально сделал пометку о 2009 годе. Вот стих, соответствующий этому году. Это уже в прошлом. Но посмотрите, что мы видим. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Одним из жертвоприношений Малоху было принесение в жертву младенцев. Итак, 2009 год. Они забыли Бога Отца Своего и стали извращенным народом. Я не хочу спихнуть все на Америку, но это главенствующая сторона. И мы видим, что с 2008 года... Это уже в прошлом, помните, да? Вы смотрите «Неповтор». Это новая программа. С 2008 года в Торе начинается предупреждение о грядущих суровых наказаниях. Пожары будут у основания Земли. Это извержение вулканов. Некоторые части Земли будут покрыты огнем. Будет голод, меч и, внимание, будет террор. Это 2009 год и дальше. Опять-таки я хочу сказать, что если вы только что включили эту программу, то вы мало что поймете. Найдите запись всей программы. Если взять стих Истора и сравнить его с годом по еврейскому календарю, то 5708 год будет соответствовать 1948 году. Если сравнить эти стихи Истора с соответствующими годами, то очень часто мы видим, что с Израилем происходило то, что предсказано в Торе. Мы видим исполнение предсказаний с точностью до года. Вот о чем мы говорим в нашем сегодняшнем выпуске. Итак, во второзаконии дам вам одну очень ценную подсказку. Второзаконие 34, 7. «Ноисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась». Интересно, что 6 глава «Бытия», когда говорится о Ное и о потопе, там сказано, что Бог сократил жизнь человека до 120 лет. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И теперь мы читаем в книге «Второзаконие», 34 главе, 7 стихе, «Что Моисей умер в возрасте 120 лет». Затем я увидел в книге «Деяний», 1 главе, 15 стихе, «Что в день Пятидесятницы» их было 120. И книга «Паралипомен». Я увидел, что 120 человек затрубили в серебряные трубы у храма. Серебро символизирует искупление. Я задался вопросом, а что может быть скрыто в этом числе, 120? Потому что снова и снова всплывает это число, 120. Я просто поделюсь своей мыслью, и я не строю на этом учение. Это всего лишь идея. В книге «Левии», 25 глава, речь идет о юбилейном цикле. Юбилейный цикл — это 7 лет. Я знаю, что присутствующие здесь знают, что каждый седьмой год — это шмита. И когда прошло 7 раз по 7 лет, то в день искупления трубит каждая труба серебряная. Вы помните о 120 серебряных трубах? Они трубят в серебряные трубы, и это называется на иврите «ювэл», что значит «юбилей». И теперь послушайте, если взять 120 лет и умножить на юбилейный цикл в 50 лет, то получится 6000 лет. Поэтому если мы начнем отчет с Адама, и мы не знаем точно, откуда Бог начал считать, он мог начать отчет с момента, когда Адаму 130 лет, и у него родился первенец, или с момента сотворения Адама, или с его изгнания из сада. Это нам неведомо. Вот почему мы не можем полностью объяснить Бога. Нам не дано знать времена и сроки. Но Бог творил мир 6 дней и на седьмой день почил. При тысячелетнем царстве Мессия придет в Великую Субботу, чтобы даровать нам покой на целых тысячу лет. У Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Вести подсчеты очень сложно. Вы можете мне верить. Я занимался изучением Библии 160 тысяч часов. Я все равно не могу все подсчитать. Но если вы подсчитаете юбилейные циклы, вы увидите, что цикл в 6 тысяч лет закончится Армагеддоном, человеческим правлением. И затем начнется правление Мессии. Это будет тысячелетнее царство. Это тот покой, о котором Павел говорит в послании евреям. Я поделился с вами в этой программе тем, что нумерация стихов Торы соответствует годам исполнения предсказаний. Надеюсь, вы смогли понять то, что я хотел вам показать. Прошу вас послушать информацию о нашем специальном предложении. Приобретая наши ресурсы, вы поддерживаете трансляцию нашей программы по всему миру. Закажите наш ресурс и поддержите программу Маннафест. Я благодарю вас за поддержку. Мы еще вернемся, поэтому обязательно досмотрите программу до конца. Друзья, давайте прославим нашего Господа. Перри Стоун с удовольствием представляет свою новую знаковую пророческую книгу 2017 года «Поколение Откровения». В этой книге содержится пророчество и исследование, которого вы не найдете в предыдущих проповедях или книгах Перри. Новое исследование включает пророчества патриархов, таких как Адам, Енох, Яков, Моисей, Давид, открывающие события последних дней, описанные в еврейских писаниях. Перри изучил удивительные пророчества последних дней в иудейских источниках, таких как «Свитки Мертвого моря», документ «Дамаска» и «Камень Гавриила», датированный первым веком нашей эры, найденным в «Свитках Мертвого моря». Перри лично видел этот камень, когда был в Израиле. Объясняя раввинистические пророчества, основанные на Библии, Перри доказывает, что Христос не мог вернуться до 1948 года, так как его возвращение связано с полным восстановлением Израиля. Он предупреждает о грядущих потрясениях в Америке, основанных на словах, сказанных в книге пророка Исаии о нашей стране. Перри исследовал 14 предвестников Израиля, указывающих на возвращение Христа. Он включает пророчества, которые скрыты в иудейском календаре и раскрывает их значения. Также в книге Перри есть глава, повествующая о еврейском алфавите и соответствующих цифрах, предсказывающих ход выборов. Используя места из Торы, которые читались в иудейских синагогах до, во время и после инаугурации Дональда Трампа, Перри откроет важные моменты развития событий во время президентства Трампа. Такой же метод он использовал во время президента Буша и Обамы. Этот метод объясняет только главные пророческие периоды. Также книга объясняет битву за Храмовую гору. Новая книга является частью набора, в который также входит аудиозапись самых недавних пророческих перспектив Перри под названием «Лидеры Америки и Божье провидение», а также аудиодиск «Злые духи на высоких постах». Он покажет вам две основные причины, почему произошли изменения в лидерстве Америки, и расскажет о духах, стремящихся поставить Америку на колени. Заказать наше новое предложение вы можете по телефону, который видите на экране. В книге «Поколение Откровения» содержится, пожалуй, 80 или даже 90% совершенно новой информации. Я никогда раньше не публиковал эти данные. Это не просто повторение того, о чем я уже говорил в своих проповедях. Вне зависимости от того, нравится вам Трамп или нет, вам просто необходимо прочитать эту книгу и увидеть, что символизирует его поведение. Это очень интересно. Впереди нас ожидает «Вориор Фест». Если у вас в церкви есть молодежь, если вы молодежный лидер и хотите привести свою группу, зарегистрируйтесь прямо сейчас. Уже зарегистрировалось 4000 человек. Молодежная конференция пройдет с 14 по 16 июля. Потом в Луисвилле, штат Кентукки, пройдет конференция, которую мы проводим каждый год. Информацию вы видите на экране. Она пройдет с 20 по 23 июля. В понедельник, 24-го, мы проведем служение в городе Хендерсонвиль. В августе мы будем в Хантингтоне. Мы проведем еще одну конференцию. Со мной будет группа «Ремнант». В конце августа мы будем в городе Гриффин, штат Джорджия. Также мы послужим в Виллисе, штат Техас. Мы приедем в церковь Виктория в городе Талсен. В последнее время Бог по-особенному говорит в мое сердце о необходимости молиться за нашу страну и за ее лидеров. Вы часто слышите об этом, но зачастую это входит в одно ухо и выходит в другое. Мы находимся в состоянии разделенные Штаты Америки. Это продолжается уже довольно долгое время. Это не новость, но крайние левые либералы контролируют газеты, журналистику, средства массовой информации. Это известный факт. Поэтому мы видим и слышим искаженную информацию и личное мнение журналистов, которые сеют с экрана то, что хотят. Нам необходимо молиться. Молитва — это единственное, благодаря чему Бог может вмешаться. Бог может усмирить людей, побудить людей к какому-то действию, поставить людей на какое-то место. Бог может держать ситуацию под своим контролем через нашу молитву. Я призываю молиться вас на этой неделе за нашу страну, за ее лидеров, молиться о защите нашей страны. Существует множество опасностей, о которых вы не в курсе. Я знаю о них благодаря своим связям. Также существуют угрозы землетрясения и цунами в определенных частях Соединенных Штатов, вокруг побережья на протяжении ближайших четырех лет. Мы видим пророчества, и также об этом говорят ученые. Грохот вулканов на северо-западе Тихоокеанского побережья. Библия говорит, что мы живем во времена тяжкие. Я благодарю наших партнеров, поддерживающих наше служение. Если вы хотите стать нашим партнером, свяжитесь с нами, и мы объясним, как это сделать. Пэристоун приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 21 по 31 ноября. Вы можете посетить город Петро в Иордании. Всю информацию вы можете получить по телефону, указанному на экране, либо на нашем веб-сайте. Места ограничены. Звоните прямо сейчас. Продолжение следует...